Добрый день всем добрым людям в эфире интернет-телевидение Чикаго в интернет-эфире Сегодня мы впервые с вами. Сегодня 6 ноября 2016 года. Для вас сегодня работают Майкл Мелехов и Владимир Калдштейн. И мы сегодня хотим представить вам на самом деле две программы. Одна из них посвящена выборам президента США, а вторая называется Америка. Мифы и факты. Ну а вначале от темы, которые невозможно не коснуться, а выбора президента США, которые пройдут послезавтра. И сегодня мы очень подробно поговорим об этом и постараемся осветить несколько совершенно разных аспектов этой темы. Ну а вначале поговорим о таком, может быть, не совсем традиционном подходе к выборам президента США. Поговорим о кандидатах с точки зрения нумерологии. Майкл, как вы считаете, если взять с точки зрения нумерологии кандидата в президента США Доналда Трампа и Хилари Клинтон, вот можно ли в плане нумерологии как-то охарактеризовать их перспективы, их самих, их перспективы и вообще кто победит? Да, вопрос, конечно, интересный, но существует действительно система прогнозов, и астрологи всего мира на самом деле уже имеют такие прогнозы. Всё проанализировано, есть один небольшой нюанс. Всем известна дата и время рождения претендента Дональда Трампа, всем известна дата рождения Хилари Клинтон, но нет времени рождения Хилари Клинтон, потому что каким-то образом это скрывается. Много причин, почему это делается, но мы сейчас не будем этого касаться, а будем касаться всё-таки шансов. И шансы сегодня примерно 50 на 50, если следовать общественному мнению прогнозам, ну, чуть-чуть впереди может быть Клинтон. Вопрос заключается в следующем. Таких выборов, в принципе, ещё не было никогда в истории, и Соединённых Штатов в том числе, потому что по многим и многим прогнозам, даже если победит какой-то из претендентов, то необязательно этот претендент и будет президентом. То есть, с момента, скажем так, есть такой прогноз, с момента выборов, а выборы, как мы знаем, состоятся во вторник, 8 ноября, и официально будет объявлен победитель, то до момента инаугурации, 21 января, произведут какие-то события, причём совершенно невероятные события, и этот претендент, победитель, вполне может не стать президентом. Но если мы касаемся, скажем, двух претендентов, Хиллари и Трампа, то дата рождения, ещё раз, нумерология состоит... Есть разные подходы к нумерологии, есть нумерология, там, скажем, западная нумерология, есть традиционная, пифегорейская, есть халдейская, есть, ну, ведическая есть. Ну, я рассматриваю это с точки зрения, скажем, комбинации всех вот таких, что ли, подходов к нумерологии, и если мы проанализируем конкретную дату, скажем, начнём с Хиллари Клинтон, то она родилась 26 октября 1947 года, то есть совсем недавно ей исполнилось 69 лет. Так вот, если анализировать вот из двух кандидатов, претенденты, её, скажем так, психоматрицу, астронумерологическую матрицу, то она более гармонична, но есть, допустим, такие нюансы как-то. Дата рождения 26-го числа, это состоит из двух цифр, 2 плюс 6, будет 8, и это люди, которые концентрированы на карьере, концентрированы на материальном благополучии, и это мы, прослеживая её путь, скажем, на арене политической и финансовой, об этом как раз и говорит. То есть такие люди могут за собой вести огромная масса людей, это качество, скажем, Сатурна, поскольку восьмёрка – это Сатурн, это работа до изнеможения, но это очень серьёзные качества, которые могут и ограничивать человека на его пути к какой-то цели. Но очень сильная действительно психоматрица, и что, вот если, скажем так, её анализировать, то можно было бы сказать, что это человек, который занимается, скажем так, какими-то вещами, относящимися к конспирации. То есть это вот под воздействием, скажем, некоторых планет, которые на неё влияют, не только Сатурн, это человек, который может, скажем, заниматься действительно в плохом положении, какими-то инсуминациями, интригами, и строить какую-то конспиративную сеть. Кстати, это доказано, и Трамп пытается каким-то образом обратить вот эти вот имейлы, которые там неофициальные как-то были, в свою пользу для того... Да, ну и, короче говоря, это вот такая, как бы, её такой путь. Шансы на победу одинаково велики у обоих. Если мы говорим про Трампа, вот так скажем, от неё к нему и обратно, то у Трампа совершенно разбалансированная, я бы так сказал, психоматрица, потому что я как-то уже делал такой анализ. У Трампа, у него просто сумасшедшее желание, скажем, доказывать всем о том, что только он самый главный, и эго просто из него, так сказать, прёт. И это очень и очень жёсткий характер, характер лидера, без сомнения, и характер деспота, можно так даже сказать, потому что без тени сомнения он может направо-налево увольнять своих помощников, своих работников и так далее. И в этом заключается его, может быть, минус, потому что, несмотря ни на что, дипломатии там, скажем так, не так много. Потому что есть люди, которые понимают о том, что можно говорить, что можно не говорить, и в какой, в определённый момент. Вот, ему трудно, так сказать, закрыть рот, он сам себе не может закрыть. Природа его требует, вот, правду матку, так сказать, глаза в лицо и так далее. Соответственным образом, если что не по нему, то уже переходя, допустим, к физическому здоровью, а у него его хватает полно, но если будут постоянные какие-то сопротивления, постоянно кто-то будет противостоять, то тогда это будет пересходить на, скажем, на физическом уровне, на сердечные какие-то, могут возникать проблемы, и это чревато для физического здоровья, его конкретно. И есть какие-то показатели, действительно, говорящие о том, астрологи это знают, о том, что возможно, возможно, какие-то нюансы именно с физическим здоровьем. В этой связи, опять же, если мы возьмём вот эти два момента Трампа о том, что у него могут быть проблемы с физическим здоровьем, а у Клинтон могут быть проблемы с тем, что вот какие-то такие вот вещи, скандалы сегодня, всё, буквально, общественность вся, всего мира, в частности Соединённых Штатов ждёт очередного каких-то, очередных каких-то новостей, очередного скандала, который, будем так говорить, очернит или пока ещё претендента, или, может быть, даже и победителя, и что повлечёт за собой возможную, скажем так, отставку официального вот такого победителя, ещё не ставшего президентом. В этой связи, что самое интересное, сейчас всё больше и говорят, астрологи говорят о том, что может появиться кто-то третий. Этим третьим человеком называют вице-президента, ну, будущего президента от Демократической партии, потому что есть такое мнение всё-таки о том, что победит Клинтон, и тогда, как бы, если президент не может исполнять свои обязанности по какой-то причине, значит, вице-президентом. Вице-президентом является у нас Тим Кейн. И вот, если я смотрю его психоматрицу, то вот в чём может быть тут проблема, я не знаю, если бы я анализировал это без того, кто такой Тим Кейн, а просто пришёл человек, и с такой датой рождения, он родился в 58-м году, 26-го февраля. То есть, то же самое, 2 плюс 6, как Клинтон родилась, это 8, это тот же Сатурн, но во второй кармической части, во второй половине жизни, после 40 лет, у него творческие, в общем-то, поиски, какие-то творческие процессы, это человек, который разбирается, должен разбираться, не зная его биографии, я только смотрю на дату, должен разбираться в искусстве, может разбираться там в музыке, и, в общем, страсть ко всему такому красивому и способность понимать красоту, короче говоря, поскольку вот эта лидирующая планета во второй половине жизни у него Венера. И Тим Кейн может быть третьим человеком, единственное, что, вот опять же, по его астрономерологической матрице, цель и устремлённость его настолько высока, чтобы, то есть, он может, не добившись цели, скажем, такой человек, я не говорю сейчас про Тима Кейна, а про такого человека, вот с такой даты рождения, с такой психоматрицей, он может уйти от этой цели и перейти в другое место, в другое направление, соответственным образом, потом в третье и так далее, и так далее. То есть, это не всеми путями, всеми силами целеустремлённость. То есть, ну, так скажем, это не самые лучшие показатели, я бы так сказал, для лидера, тем более такой державы, вот если рассматривать его в качестве, может быть, третьего человека, который может быть президентом. Об этом, естественно, говорить рано, и мы не будем об этом говорить, но как вариант, такое может быть, я базируюсь только на, вот, каком-то мнении, ещё раз, на таких прогнозах астрологов, которые об этом говорят. А, кроме всего прочего, ему с неба ничего не падало, всё он добивался своим трудом, и со здоровьем, так скажем, от природы, как бы не всё в порядке, то есть, полагаю, что он должен, и зная эти вещи, такие люди интуитивно это чувствуют, он должен заниматься какими-то энергетическими видами, не знаю, гимнастик, допустим, но энергия, энергия у него очень на высоком уровне, очень хорошая энергия, в том числе он понимает, что такое энергия Земли, что такое энергия космоса, это всё видно в его, скажем, психоматрице. Но он выпускник Гарварда, насколько я помню, и он, вообще-то говоря, адвокат, и очень серьёзный адвокат, и, кстати, это доказывает его, скажем, психоматрица, я бы так мог сказать, что он психолог, очень хороший психолог. Ну вот, если мы уже перейдём опять к главным претендентам, то тогда, вот скажем, если мы будем говорить о Трампе, то в его, скажем, семейной составляющей нет вообще её. То есть, ну, как мы знаем, действительно у него был не один брак, и, в общем-то, на заре своей юности, там, молодости, его это не интересовало. Брак, как таковой, его не должен был интересовать, его концентрация только на политической карьере. Родился он 14 июня 46-го года, то есть, ему сегодня, вот уже в этом году, исполнилось 70 лет, и его, скажем так, составляющие достаточно сильные, то есть, он относится к управляющей планетой его Меркурий. Это люди, которые очень и очень хорошо обладают коммуникациями, которые могут очень хорошо продавать, как мы знаем, он великолепный селсмен, риэлтор, и построил очень серьёзные здания, которые будут стоять довольно долго. Туда, это его трейдмарк, и там внесены огромные средства, и действительно, качество, очень и очень высокого качества. Одна составляющая, не знаю, это нигде не написано, да я особенно не смотрел, но его отношения с его родителями должны быть очень, не очень хорошими, то есть, нету связи, кармической связи нет с родителями, не знаю его биографии, но по всей вероятности, тоже родители его были, возможно, разведены, или с кем-то из них, скорее всего, с матерью, у него не было кармической связи. Это то, что касается Трампа. Но тоже очень сильная составляющая, великолепное здоровье, ещё раз, от природы, великолепное здоровье от природы, но очень низкая связь, как раз-таки вот с низом и сверхом, это Земля и космос, энергетическая составляющая. Ну вот, короче говоря, вот примерно таким образом. Ну, я полагаю так, Владимир... Спасибо, Майкл, очень интересно, на мой взгляд. Думаю, нашим слушателям, зрителям тоже было интересно. Спасибо вам за нумерологический прогноз в отношении результата выборов и в отношении каждого из кандидатов. Спасибо.